МОЛДАВСКУЮ ПОЛИТИКУ Я не знаю его лично, но тем интереснее будет наша беседа. Итак, у меня в гостях Рината Усатый. Здравствуйте. Рада знакомству с вами. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Давайте сделаем заказ. Эспрессо маленький и воду без газа. А мне чай. Давайте какой-нибудь травяной. Лесные травы подаем? Да. Спасибо. Давайте мне тоже травяной чай, тогда и воду без газа. Ну вот, теперь Рината Усатый, лидер партии. Хоть еще там, понимаем, юсто-социально эти изменения не принял, не зарегистрировал, но тем не менее, вы себя, наверное, уже как бы ощущаете несколько в другой роли. Вот как это? Тяжела эта шапка Мономаха? Что-то изменилось? Тяжело в каком плане? Тяжело. Я привык к общению с людьми. Я общаюсь с людьми всю свою сознательную жизнь. Но сегодня, когда это тысячи людей, то это, скажем так, не то, что тяжело. Я бы, лучше бы сказал, непривычно. Ответственности больше? Ну, ответственности, конечно, больше, потому что одно дело, когда ты имеешь ответственность перед своими партнерами, перед своими друзьями. А когда ты сегодня имеешь ответственность перед гражданами всей страны, неважно, это наш потенциальный электорат или не наш электорат, то есть все люди. А я вернулся в Молдавию для того, чтобы изменить кардинально жизнь всех людей в этой стране, вне зависимости от их политических взглядов, прорумынских, прорумынских, пророссийских. Хорошо. Вот все-таки теперь вас можно называть уже политиком? Потому что раньше вы как-то сказали такую фразу, что даже если я войду в политику, то я не буду называть себя политиком, я не буду политиком. Ну, я имел в виду то, что я не хочу становиться политиком, потому что наши политики за последние 20 лет довели ситуацию до того, что политиков просто считают негодяями. И я бы даже не постеснялся бы сказать путанами, потому что вне зависимости от партии, которую они представляют или которую они руководят, люди настолько разочарованы, люди потеряли полностью доверие к собственному государству за последние 20 лет. И слово политика, оно такое, как ругательное, скажем так. Значит, сегодня я считаю себя абсолютно другим от тех, которые есть. Не просто так. Девиз нашей партии... То есть другой политик, можно так сказать? Не другой политик, не знаю. Я могу считать себя, не знаю, лидером партии, лидером нашего движения. Ну, вот политиком. Реже слух, ну, точно не могу привыкнуть, по крайней мере, к данным. Если я сделаю все для того, чтобы слово политик в Молдове звучало гордо, тогда я смогу называть себя политиком. Сегодня нужно реанимировать и слово политик, и слово президент, не только политик. Потому что слово президент у нас сегодня звучит в обиходе в том же контексте, как и политик. Ну, скажем так, у нас не все к власти относятся лояльно. Есть те, которые, естественно, критикуют, и вы один из тех. Вот после тех грандиозных, наверное, акций или шоу, которые мы были свидетелями в последнее время, я имею в виду концерты. Ваше имя вот как-то все чаще и чаще связывали. Ринат Усад – это тот, который подарил там городу, значит, концерт, который привез там исполнителей, и все такое. А вот, знаете, аналитики задаются такой вот простым вопросом. Зачем вот он это делает? Ведь наш электорат такой, что, может, и не добавить ему... Нет, так смотрите, у меня эта позиция здесь немного другая. Концерты в Молдове проводил всегда. В том числе проводил их в те годы, когда лидеры некоторых партий выходили на сцену. А моим основным, вернее, моим единственным условием, это было условие не называть мое имя как организатора. То есть я просто не хотел быть публичным человеком. Публичным я стал год назад, когда там вся страна знает, что была определенная проблема, когда пропали определенные деньги, которые выделил там людям, пострадавшим от наводнения в Куту-Море. После этого я дал себе слово, что больше никогда через политические партии, через фонды, через спортивные федерации, неважно, я не буду передавать больше деньги, все деньги я буду отдавать либо людям напрямую, а те мероприятия, которые буду делать для них, я их буду делать в открытую от своего имени, так как это был в прошлом году организован шикарный, там, впервые в истории храм города Фолештин. После этого, я считаю, одно из главных достижений в моей жизни – это кумир Владимир Высоцкий, которому памятник сегодня построили в Бельцах. Как всегда, как у нас в Молдавии, правда, бывает, посчитали, делали смету, что памятник будет стоить 700 тысяч леон, оказалось 2 миллиона лей. Но это сегодня шикарное зрелище. В ближайшее время будет открытие этого памятника. Я благодарен Никите Высоцкому, который чтит память о своем отце, собирает все, что связано с его жизнью. Я благодарен Григорию Лепсу, который нас тогда поддержал и реально песни порвал парус и всеми остальными порвал фактически страну. И мне это приносит огромное удовольствие. Плюс сегодня, когда я запрещен практически на всех телеканалах, это моя единственная возможность выходить к людям. Как-то заявляться о себе. И как-то заявлять о себе, доводить свой массаж. Я даже в рамках одного из мероприятий, где-то даже вырылся, говорю, я извиняюсь, что собрал вас при помощи концерта. Потому что сказать несколько слов на несколько десятков тысяч человек другой возможности. Сегодня у меня просто нет. То есть вы в этом пытаетесь как-то сделать свое имя и себя лично узнаваемым, чтобы люди о вас знали? Да, чтобы люди знали, что есть. А если люди не поверят, если это не принесет никаких политических дивидендов, ничего страшного. Как говорил тот же Высоцкий, если не поверили, значит мне достаточно любили. То есть это одна из вот цитат. Я никогда, я в своей жизни ничего не поменял. То, что касаемо благотворительности, то, что касаемо концертов. И если наступит тот момент, что, скажем так, пройдут выборы, и наша партия не пройдет парламент, в чем я очень сомневаюсь, но все-таки давайте допустим так. У меня не будет угрызения совести за то, что я помог нескольким тысячам людей, ветеранам Великой Отечественной, операциям детям, все, что я делаю. Я же не трачу деньги на политехнологов, консультантов, компаний и так далее. Я не покупаю телеканалы, радиостанции. То есть я фактически живу так же, как жил раньше, ну, стал единственным публичным лицом. От этого у меня есть определенный дискомфорт, конечно, сегодня, но в целом, в целом все в порядке. И, вы знаете, пусть я останусь в памяти этой страны, человеком, который за определенные годы спас от смерти тысячу человек, согрел еще пять тысяч и так далее, и так далее. То есть мне очень приятно, когда получаю по сегодняшний день там в соцсетях, даже по почте, некоторые открытки, рисунки от детей, которые в прошлом году увидели море, 40 детей. В этом году я хочу отвести 100 детей, ну, 1 июня, на День детей, будет большой турнир, это вратарский турнир на стадионе Зимбрук, куда, кстати, приглашаю всех жителей и гостей столицы, там для детей будут бесплатные там сладости. Я просто помню это советское детство, я помню шары, мороженое, сахарная вата и так далее. Будут очень интересные мероприятия, абсолютно бесплатно все, что там будет. Скажите, а по какому принципу вы звезд выбираете? Это личные какие-то? Да, я вам объясню. Расскажите. Вот я вам честно скажу, что из всех, которых я привозил в Молдавию за эти годы, единственное, с кем я не был знаком, вернее, был знаком, но не было личного контакта. Это вот Юлия Савичева, со всеми я знаком много лет, остальными вот приедет на храм Фолешта София Ротару, Софья Михайловна я знаю много лет. У нас есть очень интересный момент, это история нашего знакомства, когда на одном из ее концертов, когда я только переехал в Москву, но у меня была тяжелейшая финансовая ситуация, то есть для меня была проблема даже купить билет на ее концерт. Я купил билет на ее концерт, в рамках этого концерта мы с ней познакомились, потом она прилетала 5 лет назад уже на Кристины, моей дочери. Мы как-то общаемся, то есть это человек, который безумно любит моя семья, и для меня важно, чтобы приезжали артисты, с которыми я знаком. Вот почему в последний момент позвонил, например, позавчера Дима Маликов, и он говорит, слушай, он говорит, я в Фейсбуке увидел, что у тебя день города, в твоем родном городе. Он говорит, увидел, едет Ротару, он говорит, я не знаю, кто такой Антоний, но мне понятно, что едет София Ротару. Он говорит, давай я возьму балет музыкантов, он говорит, я дам красивый живой концерт, я говорю, Дима, огромное спасибо, приезжай. И я даже вам честно скажу, не постесняюсь признаться, что я многих своих друзей, известных спортсменов, актеров, попросил приехать в Молдавию, меня поддержать, потому что, когда тебе говорит человек, с которым у тебя есть история, ну, жизненная какая-то, это люди все равно это чувствуют, они это воспринимают. А когда выходит, как, например, у нас там 9 мая выходил Киркоров и сказал, что вот, мой друг плохотнил, ну, когда реально смеялась полплощади. Ну, вы несколько, может быть, ревнивы к этому относитесь? Нет, я не ревнивы отношусь, но просто есть, чувствуется, когда артист за деньги кого-то рекламирует, это люди чувствуют. А вот тех артистов, которых вы зовете, они ведь тоже за деньги все-таки? Смотря какие. То есть есть такие, которые бесплатные? Есть такие, которые бесплатные, конечно. Ну, интересная история, София Михайловна, особенно, знаете, так вот, фраза такая, когда у меня вообще не было денег на билет, то есть тяжелые времена отсюда. Да, ну, это было, это было 8 лет назад, я только переехал в Москву, тогда я снимал комнату у бабушки, я об этом говорил во многих интервью, у меня не было денег, я этого не стесняюсь. Вот, поэтому ей я очень благодарен, потому что, понимаете, она на открытых площадках в последний раз выступала в Молдове очень давно. Как вас к ней подвели, просто, что вот вы же, получается, такое скромное стояли? Нет, нет, я просто, я просто, я встал стоя, пел вместе с ней песню «Меланколия», но она сразу поняла, что свои. Что свой человек, да? Да, абсолютно верно. Я поняла. Вот, а, кстати, хотите, скажу вам такую новость, может, вы знаете, но вашему примеру благотворительности последовала Леди Гага. Вы знаете эту историю с Роллс-Ройсом? Нет. Нет, я вам расскажу, значит, она тоже решила его продать в каких бы благотворительных целях, вот, правда, через аукцион. Здесь такое маленькое различие, да, все-таки, ну, там, мы понимаем, да, вот, и точно так же потратить эти деньги на то, чтобы раздать тем, кто нуждается. Я думаю, она вдохновилась в вашем примере. Зато с моим Роллс-Ройсом есть интересная история, вы первые, которые услышат, буквально 4 дня назад, мне позвонил парень, с которым я договорился, который мне остался задаток за мой Роллс-Ройс, и он говорит, слушай, я не буду, говорит, хочешь, возвращай задаток, хочешь, не возвращай, но я его не могу купить, давай продадим его другому парню. Потом уже мне сказали, что если я куплю Роллс-Ройс и Сатова, то у меня будут серьезные неприятности, проверки в компании и так далее, и так далее. То есть, настолько это было смешно, Роллс-Ройс, конечно, мы… Давайте вот поговорим, начали говорить о деньгах, и очень мне интересно ваше мнение. Вот вы не жалеете денег на благотворительность? Вот те суммы, которые я видела вот в Фейсбуке, да, вы публикуете, там 15 тысяч на Новый год, долларов, видите, там очень прилично везде, на операции, какой-то конкретной девочке вы помогли. И эти суммы не просто впечатляют, они, знаете, как бы очаровывают людей, потому что вот у нас так не принято. Вот я когда думала о том, почему вы это делаете, я как-то пришла к мысли, что для вас все-таки деньги – это не цель, а средство. Совершенно верно. Но так думают не все. Вы же знаете, что у нас как бы… Есть две точки зрения. Они говорят, таких денег честным трудом не заработаешь. И вообще богатых не любят. Это вторая точка зрения. На моем персональном сайте ru1.md в рубрике «Биография» расписан весь мой жизненный путь детально. Есть название компании, которая мне принадлежит в Нижнем Новгороде. То есть компания, которая фактически с нуля, сегодня является производителем и поставщиком номер один твердосплавного инструмента для российских железных дорог. Мы это имя завоевывали. То есть к нам никто не пришел и сказал, а давайте-ка вы вот станете поставщиком, производителем данного инструмента. Очень специфическое производство, сложное. У нас было очень много проблем. К этому успеху я шел не один год. И просто вот когда я подошел к тому моменту, когда я реализовал все свои детские мечты, студенческие и вообще все, которые у меня были. Какие были у вас студенческие мечты? Я как ребенок детства болел машинами, самолетами, все это видел. То есть вы прошли все эти стадии? Да, я хотел большой, красивый деревянный дом в один уровень, усадьбу. Я ее сделал. Родственников, родителей, всех перевез из района в Кишинев. У всех все в порядке. И как бы странно это для вас не прозвучало, но я трачу не то, что большие деньги. Я трачу все деньги, которые у меня есть. У меня никогда не было депозитных счетов в жизни. Вообще никогда. То есть у меня никогда не было кредитов. Тоже важно. То есть у меня были там долги в свое время, давным-давно. И у меня был один-единственный кредит, очень большой. Там три года назад для меня это был серьезный стресс. Я решил зарабатывать меньше, но без кредитов. И я живу, я потратил, скажем, деньги на содержание аппарата своего, родственников. Все остальные деньги раздаю людям, оставшиеся. И так я жил, когда я зарабатывал 3 тысячи долларов в месяц, когда я зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц, когда я зарабатывал 200-300 тысяч долларов в месяц. А какую самую большую сумму денег, интересно, вы в руках держали? Ну, не знаю. Наверное, полмиллиона евро, наверное. При всем том, что считают меня там мультимиллионами. Я всегда говорил, у меня никогда не было миллиона. Я никогда не держал в руках миллионы долларов. Ну, я думаю, все впереди. Нет такой задачи, вы знаете. Хорошо, я слышала о ваших других задачах, и мы сейчас о них поговорим. Вот сегодня люди, когда говорят о нашей партии, нашей вашей партии, то говорят о ее лидере. Для того, чтобы добиться каких-то успехов, тем более, если вы хотите прийти к власти, вам нужна команда. Потому что это должны быть те люди, которые будут программы различные экономические предлагать. Ведь вы не только людям зрелище хотите предложить, но еще и хотите людей накормить. Почему я не вижу пока у вашей партии этих людей? А вы пока говорите, что вот мы пойдем по спискам, будут студенты всех университетов, я слышала. То есть по такому принципу? Нет, это будут в том числе. Я чего-то не знаю? Студенты будут в том числе. Смотрите, со студентами, чтобы закрыть эту тему, очень часто, не очень часто, а каждый день я слышал вопрос от студентов, которые приходили, которые рассказывали о том, что их использовала та или иная партия в предобранную кампанию, а потом о них забывали. Это очень часто у нас, к сожалению, бывает. Всегда. Мне кажется, некоторые молодые люди нашли себя в политике потом. И я им сказал, говорю, ребят, мне пришла идея, которая, я считаю, очень хорошая идея, очень правильная идея. Значит, с каждого госуниверситета мы берем по списку парламент по одному студенту, ну, старшекурснику, то есть это студентам четвертого, пятого курса, которого изберут студенты этого ВОЗа. То есть не Ренат Усатый придет и выберет, а Ренат Усатый будет участвовать в этих дебатах. Это будет некий интеллектуальный конкурс, где ребята в университете, неважно, это госуниверситет, политех, экономическая академия, Бельский Олег Карусок, Огульский. То есть по всей стране. Да, то есть там более 10 ВОЗов. И я хочу, чтобы каждый ВОЗ был представлен одним студентом, который является гарантом выполнения наших обещаний и должен быть в течение 4-х лет, пока мы будем парламентом, должен быть мостом между этим ВОЗом и между нашей партией, между руководством страны. Потому что физически, например, даже сегодня не выдерживают отвечать на все телефонные звонки, которые есть. Люди начинают обижаться, одни считают, что их игнорируют, другие, что я с ними не хочу разговаривать. Я физически не могу, я и так сплю 4 часа в сутки последние 3 месяца. И этот студент, который будет делегирован с того или иного ВОЗа, он должен будет заниматься проблемами этих студентов в течение 4-х лет. Неважно, нужны им матрасы в общежитии, нужно им организовать день студента, турнир по футболу, либо что-нибудь еще. И вот это будет правильно. То есть когда люди увидят такие действия, и люди увидят, что они участвуют 4 года в работе партии, то люди поймут, что они не используемы только в предвыборную кампанию, а что для них им реально кто-то занимается все 4 года. И тогда я вам скажу, что на выборах 2018 года мы можем уже претендовать на самом деле даже на большинство. Почему я сегодня также сказал, что люди в районах, на районном заседании выявляют лидера, который будет делегирован также депутатом в парламент. Чтобы не получалось, что Ренат Усатый не может знать, кто любимчик у людей в Камрате, в Кишиневе, в Каларыши. Да я у себя в фалештах даже не знаю, кого люди, вот будут в зале 300-400 человек на стадионе, не важно. Слушайте, да вы демократ. Да, я хочу, чтобы это была прозрачная партия. А говорят другое, поэтому я убираюсь. Мне не важно, что говорят, я знаю, что я делаю. И сегодня я хочу людям показать первую в истории страны прозрачную партию, не партию, соседей, одноклассников, кумовей, собутыльников и так далее. И когда люди увидели, что они решили в Окнице, кто идет от Окницы депутатом парламента, кто идет кандидатом, например, в мэры города на местных выборах, люди поймут, что мы им не врём со старта, понимаете? А для меня это очень важно. А сила в правде. Нет, сила в правде, вот это наш звезд. Понятно, да. Мы начали говорить о программах, да, вот о том, кто будет заниматься экономией. Да, насчет команды. Сегодня есть хорошие ребята, особенно те, которых за контакты со мной начали увольнять всех должностей, которые они занимали. У нас в команде есть очень хороший парень, довольно-таки известный в городе, Игорь Шеремет, который, кстати, на съезде был избран заместителем председателя нашей партии, но после съезда мы провели заседание, на котором он отказался от этой должности, потому что уже ему позвонили и сказали, что если он будет занимать должность вице-председателя нашей партии, то у него просто отнимут лицензию адвоката. Для нас это очень важно, потому что, я понимаю, нас ждёт очень много судебных процессов до выбора, даже уголовных дел. И для нас это слишком большая роскошь, чтобы он остался без лицензии адвоката. Я говорю, Игорь, ты остаёшься в команде, но для нас важнее сохранить твою лицензию адвоката. Значит, есть девочка, которая работала заместителем, деканом на факультете журналистики, есть Николай Цепович, мой одноклассник, который до недавнего времени занимал должность руководителя дирекции по обслуживанию пассажиров Молдавской железной дороги. То есть он начал с нуля, с проводника в своё время. Если я вас правильно понимаю, то есть это все люди, имена которых широко неизвестны, но вы считаете, что они большие профессионалы? Да, это раз. Два. Люди появляются каждый день. Я, как человек, который 9 лет не жил в этой стране, чтобы вы понимали, у меня была проблема даже секретарей находить, ну, первое время, потому что... Но когда я бросил клич по стране, что я ищу людей, у которых искорка в глазах, которым не безразлично то, что в стране происходит, и хотят кардинально так же, как я в этой стране что-то поменять, этих людей появилось очень много, потому что даже то, что на сегодняшний день за полтора месяца членами партии стало 10 тысяч человек, это огромная цифра. Ну, то есть, когда я разговаривал с представителями других партий, они сказали, что эта цифра небольшая, она очень большая. Да, и за такой короткий промежуток времени это рекорд, наверное. Да, который существует много лет, и вот я узнал, что там постоянно активных членов партии всего там 4 тысячи человек, 5 тысяч человек. А как вы разбираетесь вот в людях? Вот смотрите, ведь вы говорите, вот я не знаю, люди ко мне идут, я как-то вот... Вы же понимаете, что есть опасность того, что к вам... Могут заслать кого-то. Ну, я не хотела сказать заслать, но, наверное, и этот есть вариант. Я имела в виду, что это будут люди, которые с вами не из идейных убеждений, а из-за того, что вы человек, который как держит слово, да, то есть наверняка это и зарплата, и какие-то еще какие-то привилегии. Вы как-то разбираетесь в этом? Нет, конечно, чтобы вы знали, у нас, как бы странно вам не показалось, но есть ограниченное количество людей, с которыми у меня есть некоторые финансовые договоренности. И все остальные у нас работают без денег. И я горжусь тем, что даже марш, который был организован в Министерстве юстиции, когда подходили работники некоторых силовых структур, останавливались машины, там, остановилась даже машина, там, с правительственными номерами, там, сколько вам заплатил усатый за то, что вы пришли на съезд и так далее, и так далее. Сегодня Кавкалек, руководитель управления спецопераций МВД, дал поручение во все районы Молдавы, вызывает людей, которые были на марше. И вопрос номер один, и один и тот же вопрос. Сколько вам заплатили за то, что... Ну, потому что так привыкли у нас, понимаете? Я не привыкли, но я хочу поломать все эти стереотипы, понимаете? Я желаю, да, я все верю. Хорошо. Давайте поговорим о платформе вашей партии. Вот сложно сейчас сказать, тут говорят, что это партия левого толка. И все. Вот вы могли бы как-то уточнить, это социал-демократическая, к примеру, партия. Вот какая доктрина у нее? Слушайте, доктрина и платформа нашей партии – это патриотизм. У нас сегодня в партии впервые в истории страны, чтобы вы понимали, у нас есть пророссийский, есть проевропейский. И у меня в партии даже есть рома-наши, понимаете? Которую я вот спрашивал, говорю, ребята, а вы вот на что рассчитываете? Потому что, как бы, ну, вот туда я смотрю не очень хорошо. А они говорят, Ренат, вы знаете, нам все равно, нам нравится, что вы патриот. И сегодня наша партия – это партия, которая берет электорат у всех. Если раньше звучало мнение, что вот с появлением партии Усатова сначала все говорили, что мы будем за таможенный союз, я вышел четко, сделал заявление, что таможенный союз – это плацкартный вагон, в котором идут коммунисты, социалисты. Я слышала, а мы в спальном, вы сказали. Да, не в спальном. Мы идем не в плацкарм, а у нас вагон СВ под названием «Молдова. Статус нейтрального государства». И это реально моя позиция. И я сегодня… Митрально вы здесь имеете в виду, что вы не придерживаетесь вектора вступления ни в ЕС, ни в таможенные союзи. Совершенно верно. Это очень сложно. Это не сложно. Это очень реально. Для этого нужно иметь просто желание. Я докажу сегодня, что Молдова может быть правильной экономической площадкой между Западом и Востоком, а не полигоном для выяснения отношений, как это происходит сегодня. Потому что сегодня, подписав убийственный для экономики Молдовы договор об ассоциации с Евросоюзом… Планируется только подписать, мы парафировали. Да. Но подписание договора – это убийство молдавской экономики. И, во-первых, европейцы врут, они не показывают всего. А лидеры Молдавского политбюро не показывают все минусы этого договора, потому что счета всех лидеров Молдовы находятся в тех же банках европейских, где находились до недавнего времени деньги Виктора Федоровича Януковича. Поэтому это сегодня шантажируемые руководители страны, которых никто не спрашивает. Нравится им закон о недискриминации, хотят они в Евросоюз. Им просто говорят, что делать, и эти как овечки просто выполняют. Я что имела в виду, когда говорила, что это очень сложно? Потому что, когда приходят к власти какая-то политическая сила, тогда коммунисты приходили, потом пришли демократы. Первое, с чем они сталкиваются, и начинается у них большая проблема, это то, что необходимо, казна пуста, деньги нужны. И в зависимости от их политической ориентации, пытаются те в МВФ ищут деньги. Неправда, вы понимаете. Ну что они делали эти годы? Эти годы пытались, по крайней мере, до какого-то времени говорить с Россией, цены на газ были другие. То есть вы понимаете, это глобальные процессы. Деньги, деньги. Что делали все руководители до сих пор? То, что они полностью загрузили страну долгами, за которыми мы платим сегодня проценты за обслуживание внешнего долга, у нас сегодня более 50 миллионов долларов в год. Самое страшное, одна из позиций, и поверьте, я добьюсь этого, это пересмотр внешнего долга Молдовы с привлечением аудиторов с мировым именем, чтобы европейцы не говорили, что молдаване плохо считают, а русские посчитали специально для того, чтобы настроить людей против Евросоюза. Значит, я вам даю тысячу процентов, что в результате этого аудита будет выяснено, что 50 процентов денег были украдены, либо израсходованы нецелесообразно, а платим мы деньги за все эти кредиты, понимаете? И сегодня, когда я выйду к людям, я объясню, что мы должны платить на 25 миллионов долларов в год меньше за обслуживание внешнего долга, поверьте мне, все люди, граждане этой страны, эту идею поддерживают, вне зависимости от их политических взглядов. Сегодня я четко знаю, что я максимум в течение полугода решу вопрос, подчеркиваю, максимум полгода, я решу вопрос Российской Федерации о правильных ценах на энергоресурсы. Когда люди, которые платят зимой 3000 лей за отопление зимой, начнут платить 1700-1800 лей, то опять же повторюсь, про европейские, про румынские, про российские люди увидят, что пришел кто-то, кто реально в этой стране что-то меняет. И самое главное, что все то, что я вам сейчас говорю, я знаю, как это реализовать. То есть я не говорю, а потом думаю, как это реализовать. То есть я к этому готов, некоторые проблемы я постараюсь решить даже ближайшим летом. Я предлагаю вам на этом прерваться, потому что у нас рекламная пауза, а потом мы продолжим наш разговор. Реклама на 21-м канале. Вернемся к нашему разговору. Вот вы говорили, я знаю, я решу с Российской Федерации. Таким самым вашим утверждением, смотрите, вы даете повод опять же говорить, что Рината Усатый, значит... Рука Москвы. Я не скажу, я не скажу, рука Москвы и агент КГБ. Да. Вы читали это, вы сами об этом, по-моему, писали. Вот скажите, пожалуйста, есть такое мнение, что вас поддерживают в Москве определенные политические силы. Что это за силы? Послушайте, у меня и в Москве, и в странах Евросоюза есть, естественно, за 9 лет жизни там определенные отношения. С кем-то я знаком, с кем-то я дружу, и я искренне вам говорю о том, что я на самом деле с некоторыми людьми советовался. Но советовался не на тему, что мне делать в Молдове, а советовался по тому или иному направлению, потому что это люди с огромным опытом, да, политическим, которого у меня нет. Это господин Якунин? Нет, это не господин Якунин. Господин Якунин, президент российских железных дорог. Да, компания моя партнера РЖД, но с господином Якуниным я эту тематику не обсуждал. А с кем обсуждали? Я не буду назвать этих имен, по одной простой причине, потому что некоторые это воспримут, что усатые себе делают пиар за счет того, что знают одного, второго, третьего, поэтому я не хочу назвать эти имена. Также у меня есть дружеские отношения с некоторыми действующими премьерами стран Евросоюза, с которыми я также обсуждаю некоторые вещи, некоторые проекты. То есть я готовлюсь к тому, чтобы сразу после выборов я не рассказывал людям про то, что мне надо год изучать ситуацию, потом расставлять людей еще год, потом рассказывать, что партнеры по коалиции нас не поддержали, поэтому мы не будем пересматривать приватизацию за 13 лет, а мы ее будем пересматривать. И самое главное, чтобы вы понимали, я готов к тому, что если наши потенциальные партнеры по коалиции не подпишутся под каждым пунктом в программе, то есть то, что мы обещали, обещаем и будем обещать людям предвыборную кампанию, если они не подпишутся, то мы уйдем в оппозицию, к этому я тоже готов. Наша команда не умрет с голоду, но я людям покажу, как можно решать вопросы, даже находясь в оппозиции. Потому что для меня очень важно сохранить лицо, чтобы через полгода я не выглядел перед людьми, и люди меня не называли так, как они называют сегодня большинство молдавских политиками. Вот вы говорите, партнеры по коалиции, то есть тем самым вы даете понять, что в будущий парламент войдут какие-то партии, если вы тоже войдете, с которыми вам придется договариваться. Да. А что это за партнеры? Кого вы будете? Значит, сегодня, пока присутствует в альянсе за евроинтеграцию, да, все, поговорим про него, люди по фамилии Филат, Плохотнюк, Гимп, любой вид коалиции исключен. И я заявляю это со всей ответственностью, понимаю, что наша аудитория, я хочу, чтобы она запомнила это, и вы обязательно вырежьте этот сегмент и придержите его... Вопросы, мы это в интернете всегда увидим. Да. То есть остается-то кто? Клинисты? Я знаю сегодня, что на Филате и на Плохотнюке европейцы сразу после подписания, ну, у нас на 27 июня, да, по-моему, намечается, сразу после этого подписания европейцы начнут показывать борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, где главный герой этой борьбы с коррупцией, это будет именно Филат и Плохотнюк. А вы хотите сказать, наверное, антигероями они будут? Не, ну, героями вы поняли, в каком смысле. То есть, да, если в качестве тех персонажей, да, в качестве которых... Я не исключаю, что эти люди до выборов могут исчезнуть в молдавской политической арене. Ну, тогда с кем же коалиции? Назовите хоть пару партий. Я сегодня в хороших отношениях с очень многими членами партии коммунистов. Сегодня есть нормальные ребята в либерал-демократической партии, есть нормальные ребята в демократической партии. А самое главное, чтобы вы понимали, моя позиция, что сегодня даже Миша Гимбл, который как бы должен работать директором столовой в Костюжанах, ну, то есть, ну, я все равно лояльно к нему отношусь, он мне нравится, как вечная оппозиция справа. Даже если Миша Гимбл сегодня выйдет с каким-нибудь законом, с инициативой, и я увижу, что проголосовав за этот закон, изменится жизнь людей в стране к лучшему, то мы будем голосовать за этот закон. То есть, то, что есть сегодня, например, у нас в парламенте, то есть, если вышли с инициативой коммунисты, это автоматически плохо, и Альянс не поддерживает никогда то, что... Да, это неправильно. Да. То есть, либо голосует Альянс, либо никто ничего не голосует. Ну, то есть, это неправильно, то есть, это не парламент, это уже в Альянсе же, ведь, например, сегодня, как решил вечером Филат с Плохотняком, так все и голосуют. Там никто не спрашивает мнение депутатов, нравится им этот закон или не нравится, понимаете? Поэтому будут определенные сюрпризы осенью на тему коалиции. Я не хочу это сейчас раскрывать. То есть, вы пока не назвали потенциальных партнеров, кроме ПКРМ, но я думаю, что вы правы в одном, что ситуация на самом деле у нас меняется, появляются новые партии, и давайте доживем и посмотрим. А знаете, о чем я... Простите, я хочу вас вот о чем спросить еще. Вот вы же наверняка делаете свои опросы или будете делать, да? Да. Потому что у нас принято, что они верят тем соцопросам, которые в прессу вбрасывают различные социологические организации. А вот смотрите, если подойдя вот к моменту выборов, вы увидите, что рейтинги партии, ну, скажем так, низкие. Да, партия не проходит, да? Не проходит. Так. Вы пойдете по спискам другой партии? Исключено. Почему? Ну, я не пойду никуда по списку другой партии. Я впервые в жизни, скажем так, когда у нас была вынуждена мера идти по пути ребрендингу Народной Республиканской партии, видели бы мое лицо, когда я писал заявление. Ну, я же должен был стать членом Народной Республиканской партии для начала, а потом уже на съезде, когда мы меняли на бане, там, устав, программу и так далее. А коренные изменения уставы, кстати, в программе вы произвели? Полностью все. Полностью все. Полностью. То есть ничего не осталось от предыдущих. Значит, исключительно сами на выборы? Да, сами на выборы. И в любом результате вы его примете? Здесь я бы не стал торопиться. Почему? Потому что, например, опрос покажет, что рейтинг нашей партии, там, 5%, а проходной у нас 6%. Ну, когда что снизят все-таки до 4, знаете, да? В этот момент, нет, они не будут снижать. Это я точно знаю. И мы будем думать, что мы будем делать в сентябре, в конце сентября. Но если я буду понимать, что мы не проходим на выборы, как отдельная партия, то мы на выборы не пойдем. Мы не пойдем на выборы. Я имею в виду, как наша партия, для того, чтобы набрать 4%, чтобы эти проценты потом между собой поделили по 1% коммунисты, либерал-демократы, демократы и либералы. Ну, то есть это абсурд. Поэтому мы будем рассматривать возможный тандемт с какой-либо партией. Хотя я говорил о том, что никаких блоков мы не будем делать. Но сегодня появилось одно интересное предложение, которое я не успел даже обсудить со своими коллегами. Оно меня теоретически заинтересовало, но как мы поступим, я пока не знаю. Вполне возможно, что, может быть, мы пойдем несколько человек независимыми депутатами, то есть для того, чтобы пройти в парламент и оттуда начинать раскачивать ситуацию. То есть вот такой вариант. Такой тоже я рассматриваю. Почему? Потому что не хочу хвастаться, но у нас же в истории страны никогда не было случая, чтобы кто-то, независимый кандидат, прошел в парламент, преодолев 2% барьер. Сегодня по результатам вопросов этот барьер я преодолеваю. То есть фактически у меня для этого все готово. Есть другой вопрос, что... Вот вы говорите по спискам партии, а вы, конечно, не назовете по спискам, только в тандеме с кем вы хотите, вы не хотите пока говорить. Могу четко сказать, что это не партия, это не демократическая партия, не либерал-демократическая, не либеральная, не партия Игоря Дадона. Но дальше не буду переселять, потому что... У нас осталась одна партия. Почему? Вы не правы. Давайте догадаемся, какая. Хорошо. Возможно, я не права, я не стану здесь наставить, просто потому что я не знаю. Вы сказали, что вы хотите быть похожим на Лукашенко. Я не хочу быть похожим. Я говорил о том, что стране нужен Лукашенко-2, и таким я себя считаю. И я понимаю, что 20% людей меня в стране будут ненавидеть, когда наступит день, да? А 80% будут аплодировать. Абсолютно нормальная пропорция на меня устраивает. Ну, у него неоднозначная репутация все-таки. Некоторые считают его диктатором, да? Они, которые, наоборот, благотворят диктатора. Меня тоже будут считать диктаторами. Я понимаю, что сегодня, когда у меня определенные беседы с чиновниками Евросоюза, с представителями западных государств, которые находятся в фишню, я мне однократно говорил о том, что меня шантажировать, так как сегодняшних руководителей страны у них не получится. У меня никогда не было офшорных компаний западных сетов. А если то или иное посольство, как, например, посольство Соединенных Штатов, будет иметь отношение к таким событиям, как, например, 7 апреля, я просто закрою это посольство и сделаю из него караваки. И мне абсолютно наплевать, что они будут, какие санкции они ведут против меня. Я понимаю, что в любой момент за такие высказываниями, потому что тематика 7 апреля, она очень такая деликатная, я бы ее назвал. Все знают, кто за этим стоит, но об этом вслух никто не говорит, как у нас в стране, к сожалению, бывает. Все знают, кто украл бессильнику. Почему не все? Ну, потому что... Знающие люди. Я не говорю про население, я говорю про знающих людей. Сегодня всем известно, что в лагерях Вадул и Вода существовало два лагеря, где инструктора, граждане других государств готовили десант, который управлял массами 7 апреля. Сегодня мне непонятно, куда пропали определенные видео, потому что один из видеосюжетов на эту тему видел я еще в прошлом году. Я ждал каких-то заявлений, скандальных разоблачений, но этого нет. Я понимаю, что этих людей просто шантажировали те же, кто это организовал. И когда сегодня западные товарищи будут финансировать что-нибудь подобное, вот как, например, Филат заявлял в одном из своих интервью, там, усатый, там, делегирован Москвой для дестабилизации ситуации в стране. Вы знаете, я много таких интервью делала. Партия против молдавского народа. Это наша партия против молдавского народа. У меня к ним вопрос другой. Вот они говорят про дестабилизацию. Вот сегодня у нас 15 число, последние трое суток. Вся тяжелая артиллерия, пушки, минометы, зенитные установки перевозятся срочно из Унген в Бульбоку и Каушаны. Вот вы первые, которые об этом слышат. То есть зачем сегодня они мобилизируют всю тяжелую технику в Бульбоке и Каушанах? Лично для меня, например, по нему, что все эти орудия, я смотрел вчера марки этих пушек в интернете и так далее, то есть они с Бульбоке, с Каушан абсолютно спокойно накрывают тот же аэропорт в Тирасполе. Ну, то есть пушки, которые стояли десятки лет и, скажем так, никому не были нужны, они полностью убирают все с западных границ и устанавливают по границе Приднестровья. И все это делает горган, руководитель штаба по поручению того же Филата. Так все-таки кто из нас сегодня ведет ситуацию в стране к дестабилизации? Потому что вы понимаете, что Приднестровьем это может быть рассеяно в любой день, как провокация со стороны молдавских военных. Может начаться, ну дай бог, вторая Украина. Вы знаете, вы говорите сейчас очень серьезные вещи, и это очень серьезное обвинение. Это вы не понимаете. Я вам искренне верю, я все понимаю, я искренне верю в том, что вы... После вашей передачи, я уверен, что вот эту новость, то, что сейчас сказал, касаемо оружия, подхватят многие молдавские СМИ, и когда журналисты поедут, они увидят, я вот опубликую в ближайшие дни, даже в Фейсбуке, серии номера пушек, которые туда перевезли, они перевозят только по ночам. Вот сегодня была третья ночь, как они это все перевозят. Я хочу сказать, что я вам искренне верю, что у вас много врагов. Но меня поразил вот один момент. Читая ваш Фейсбук, когда вас там обвиняли во всех смертных грехах, что вы такой-то, такой-то, тех-то и тех-то, вы вдруг вот эту блогершу пригласили к себе на концерт. Это удивительно, потому что, во-первых, так делают нас тут же людей, которых иная точка зрения, клеймят. Вы, кстати, тоже клеймите многих. А вот здесь вы поступили вот таким образом. Скажите мне честно, извините, вы искренне верите в то, что вот можно каждого человека отвернуть, что называется, в свою веру? Нет, не в свою веру. Я просто уверен, что позиция-то у нас простая сила в правде. И я уверен, что любой нормальный человек, вот сегодня же у нас очень много ребят из молодежной организации, ЛДПМ, Демпартии, Либеральная партия, Коммунистическая партия. И они приходят из-за того, что я просто людям нормально все объясняю. Если я поговорю с этой девушкой 20-30 минут, ей просто станет стыдно за то, что она сделала. Ну, потому что, во-первых, это писала не она, все эти вещи пишет Либерал Демократический, она блогер ЛДПМ, все эти вещи им пишет Вадим Пестримчук. Ну, то есть, поймите одну вещь. Я не хочу хвататься, но, наверное, я сегодня самый информированный о том, что реально происходит в стране. Это громкое заявление. Но вот все эти вещи, ваши информированные, в том числе, приводят к тому, что вы же говорите о том, что угрожают вам и членам вашей семьи. Да. Вот мне по-человечески хочется узнать, как вы считаете, вот это ваша цель, которую вы перед собой ставите. Вот она оправдывает такие моменты, что вы, вот, гипотетически рискуете и близкими людьми. Ну, я думаю, что близкими, близких людей трогать не будут, потому что... Нет, просто это вы писали, что угрожают, там все. Да, нет, ну, естественно, когда мой отец, который всю жизнь работал директором в школе, дается команда, возбудить ему уголовное дело по контрабанде автомобиля, которым мы с отцом в присутствии 20 чиновников, там, правительства, парламента подарили три года назад на день города Фалешт районному комиссариату полиции. И возбуждать учителю уголовного дела, ну, вы понимаете, что это бред. И сегодня, когда меня начали шантажировать, пытались шантажировать тем, что вот мы там про твою семью то можем написать, про твою сестру вот это можем сказать. Естественно, быть с вами совсем искренним. Я просто сказал, что сотру в порошок всех тех людей, которые будут замешаны в этом. Пусть меня называют бандитом, пусть меня называют рукой КГБ, рукой Кремля, кем угодно. Я никому не позволю сегодня без оснований ставить под угрозу жизнь близких мне людей. Либо комиссар Бельц, если как он там пытался несколько раз там, ну, давал поручения своим подчиненным, там, подбросит там наркотики в Бельцкий офис и так далее. Я ему просто позвонил и сказал, я делал даже заявление в интернете, что, я говорю, Вася, земля круглая, рано или поздно мы встретимся, поговорим. Я им не угрожаю, пытаюсь нормально объяснить, что, ребята, не делайте этого. Вот если Ренат Усатый, если я нарушу закон, если я сделаю что-то плохое для граждан этой страны, если что-нибудь в этой стране украду, тогда рвите меня на части всей страной и на всех зданиях и заборах страны пишите все «Ренат Усатый пи-пи-пи-пи-пи». Понимаете? Но до того момента, когда в этой стране ничего не украл, а какие-то блогеры пишут, что Усатый замешан в той приватизации другой. У меня кроме скандала с Универсалбанком, который надуманный скандал подонкам по фамилии Горбунцов и некоторыми политиками, которые его прикрывали в Молдове, у меня никаких скандальных историй в Молдове не было. То, что некоторые называют рейдерской атакой на Универсалбанк, но неужели вы считаете, что если бы это на самом деле была рейдерская атака, а у нас их в стране были десятки за эти годы, я бы нашел подставное лицо за 5 тысяч долларов, которое бы пошло на пресс-конференцию, где Рената Усатого вообще бы не было, и никто бы по сегодняшний день не знал бы, что я в этом замешан. Я вышел на пресс-конференцию, пригласил всю прессу со страны, объяснил, кто такой Горбунцов, показал документы, как он украл деньги. На этой же пресс-конференции сделал заявление о том, что Горбунцов отмывает до 20 миллионов долларов в сутки, крадет деньги физических лиц. После этого Драгуцан, председатель Национального банка, работники Центра по борьбе с коррупцией, вышли с заявлением и сказали, что мы не располагаем информацию, которая бы подтвердила правду того, что говорит Рената Усатого. Но через 4 месяца, после того, как Горбунцов сбежал из страны, украл еще 1,5 миллиона евро в кассе последней идеей своей работы, появилось 7 уголовных дел, в которых отмывание денег, хищение вкладов физических лиц. То есть все то, что говорил Усатый на пресс-конференции, через 4 месяца после того, как дали ему уйти, подтвердилось уголовными делами, за которых он сегодня в Винтерполе. И сегодня меня пытаются запачкать. Эта история с Универсалбанком. Есть часовая пресс-конференция, на которой я все объяснил. Есть, будут дополнительные вопросы. Я готов это по полочкам еще раз объяснить, показать все документы. У меня все там. Хорошо. И последний вопрос. Я когда завершаю, обычно что-то спрашивают, такое очень личное, интересное. А вас хочу спросить, вот вы часто говорите, я вас не подведу. Это практически как ваше слово. Да. А вы когда-то в жизни людей подводили, что это было? Никогда ни одного человека. Нет. Я в жизни никого не подвел. Я в жизни никого не предал. Я допускаю, что я как нормальный человек. У меня на моем жизненном пути были ошибки, но то, что я никого не подводил и не предавал, это 100%. Я думаю, не всякий человек может сказать такие вещи. Если вы так о себе можете сказать, то, наверное, вы счастливый человек. Я не счастливый, я обычный почему-то. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Вам спасибо. Это была программа «Прилюдно». Всего вам доброго.